Всем привет и отличного настроения! Сегодня мы рассмотрим несколько очень недорогих квадрокоптеров, которые могут подойти ребенку или начинающему, и на которые не страшно потратить деньги, если вы, например, хотите просто попробовать, что такое дрон. На данный момент их цена находится в районе 3000 рублей. Буду рассматривать только модели с камерами. Понятно, что они там далеко не предел мечтаний, но все-таки камеры. Начнем с маленького дрона S96 Mini, который даже меньше, чем пульт им управляющий. При этом он летает, снимает фото и видео и делает различные трюки. Ну и вообще, за свою цену, а на данный момент это примерно 3000 рублей, умеет много всего. Например, у него сверху установлен датчик препятствий, который не позволит квадрокоптеру врезаться в стену, или какую-нибудь другую преграду. Дрон легко может летать прямо внутри помещения. Производитель пишет, что разрешение камеры 4К, но тут обольщаться, конечно, не стоит. Качество фото и видео соответствуют цене квадрокоптера, и для развлечения вполне подойдут. Кроме того, через камеру осуществляется управление жестами. Пульт дрона одновременно является частью прозрачного футляра, что вполне оригинально, особенно если это подарок. На этом пульте дроны крепятся. В нижней части находятся стики управления, которые потом можно прикрутить. Туда же вставляются батарейки. Во время работы по краям горит приятная подсветка. Для управления квадрокоптером необходимо установить на смартфон специальное приложение. Время полета около 10 минут. Расстояние управления 80-100 метров. Заряжается квадрокоптер около часа. Вес его всего 70 грамм. Мне кажется, что это одно из лучших предложений за свои деньги на сегодняшний день. Следующий квадрокоптер Z908 Pro. По цене примерно такой же, как его предыдущий собрат. Но больше размером. Сейчас трудно придумать какой-то особенно новый дизайн, но с этим у него все круто. Дрон смотрится очень стильно и очень напоминает всем известный DJI Mini 3. Наверное, с него дизайны слезали. Вес квадрокоптера около 140 грамм. У производителей можно выбрать варианты с количеством аккумуляторов от 1 до 4. Причем разница в цене будет совсем небольшой, поэтому не вижу смысла брать с одним. На мой субъективный взгляд, качество съемки на камеру здесь получше, чем у S96. Ее углом наклона можно управлять удаленно. Время полета 15 минут. Время зарядки около часа. Расстояние управления дроном также примерно 80 метров. В комплекте, помимо всего прочего, есть сумка для переноски, что очень удобно. Также управление дроном осуществляется пультом в комплекте со смартфоном, на который надо установить специальное приложение. Пульт питается от трех батареек. На данный дрон довольно большое количество положительных отзывов. Следующая популярная модель из очень доступного сегмента называется RG107. Тоже имеет очень привлекательный дизайн с прикольным фронтальным светодиодом. По своим характеристикам этот квадрокоптер очень схож с Z908 Pro. Поэтому выбирать здесь, наверное, надо только дизайн. Мне, например, S908 более симпатичен. Кому-то, наверное, наоборот. Вес квадрокоптера чуть меньше 100 грамм. Написано, что расстояние полета около 50 метров. Но вообще у подобных моделей оно плюс-минус одинаковое и сильно зависит от зашумленности радиоэфира. Еще раз посоветую выбрать модель с большим количеством аккумуляторов, чтобы продлить время полета. Конкретно про эту модель сказать особо больше нечего. Тут дело вкуса, нравится – берите. Следующий квадрокоптер называется GSC801. В отличие от трех предыдущих, он имеет классическую, нескладную компоновку, которую сейчас выбирают довольно редко. Хотя ноги у него можно открепить, так что отчасти он складной. Тут стильным элементом является пульт дрона. Наверное, он выглядит даже прикольнее, чем сам коптер. Какой-то такой космический, что ли. Интересной особенностью управления данной моделью является то, что управлять можно, изменяя положение телефона в пространстве. Некоторые продавцы предоставляют выбор из нескольких цветов. У некоторых только один цвет. Время полета в районе 15 минут. Качество камеры тут плюс-минус похоже на предыдущие варианты. Кстати, для переноски ее тоже можно отсоединять. Выбирая модели для обзора, заметил, что квадрокоптер F10, который уже мелькал в одном из моих роликов, все еще актуален и популярен, а значит проверен временем. Поэтому добавлю его снова. Этот дрон уже будет посерьезнее и подороже. Время полета уже доходит до 25 минут. Расстояние полета разное в зависимости от версии. В нашу ценовую категорию входит только версия с Wi-Fi 2.4 ГГц, с помощью которого камера связывается с вашим смартфоном. Но также имеется версия с Wi-Fi 5 ГГц, которая уже дороже, но значительно увеличивает расстояние со 100 до 300-500 метров. На картинках вы можете увидеть, что дистанции 2 километра, но не обращайте внимания, если радиосвязь от пульта и может достигнуть 1 километр, то видеосвязи на таком расстоянии точно не будет, а без нее вы далеко не улетите. Очертания квадрокоптера тоже довольно симпатичные. Сейчас с этим проблем нет. Дизайн на любой вкус. Заодно покажу качество камеры данного дрона. Как и ожидалось, ничего особо примечательного. Ее можно поставить в один ряд с предыдущими моделями. Ссылки на все представленные квадрокоптеры будут в описании под видео. Если ролик вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Пока!